Вожатые России дадут старт летнему сезону. В Орленке прошел второй Всероссийский форум студенческих педагогических отрядов. Организаторы форума – Молодежная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды» и Всероссийский детский центр «Орленок» при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. На слет приехали 163 педагогических студенческих отряда. Это больше 200 студентов с разных регионов России. Смотрите обзорный материал Леаны Коблевой. Прикольно! Меня самополезно. В Орленке собрались вожатые из разных уголков страны. На второй Всероссийский форум студенческих педагогических отрядов приехали 267 студентов из 44 регионов России, а также гости из Республики Беларусь. Первым делом все познакомились друг с другом. Многие из них сами когда-то отдыхали в детских лагерях. Я проездила ребенка, будучи около 20 смен, поэтому быть вожатым – это моя мечта. Наверное, лет с 12-13. Я никогда не отдыхала летом, не была пионеркой. Может быть, мы просто вожатые все дети, которые не хотят взрослеть, и нам хочется быть все время детьми. Понимал, конечно, что это большая ответственность – работать вожатым, но заразился их задором. И потом, когда поступил в институт, решил попробовать, получилось, и теперь просто жить не могу без вожатца. На торжественном открытии участники форума познакомились с организаторами. Главные инициаторы мероприятия – молодежная общероссийская общественная организация, российские студенческие отряды, Всероссийский детский центр «Орленок» при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. Сегодня современные студенческие и педагогические отряды составляют основной кадровый потенциал страны в сфере детского отдыха и оздоровления. Поэтому так важно совершенствовать навыки молодых специалистов на подобных форумах. Очень много интересных людей, с которыми мы уже общаемся, уже пытаемся наладить какие-то контакты, совместные проекты. Поэтому я пребываю в такой эйфории, плюс сегодняшнее открытие такое грандиозное, с флагами, которое, конечно, впечатляет, оно не могло оставить равнодушным. Поэтому, конечно, здорово, очень здорово. Огромная возможность поделиться своим опытом, да, передать свой опыт, потому что я уверена, что у каждой делегации есть что-то рассказать, что-то очень интересное, и мы все безумно счастливы. В нашей республике студенческие вожатства, скажем, только начинаются, поэтому у нас большие перспективы, и думаем, что здесь мы многому научимся и много получим позитива. Первый такой форум проходил в Элисте в Калмыкии в 2013 году. По словам организаторов, встреча вожатых России в Орленке не случайна, ведь центр обладает ценным методическим и практическим опытом, как в области подготовки педагогических кадров, так и в деле воспитания, образования и оздоровления детей. Многие все научные работы по воспитанию детей, по подготовке вожатских коллективов были написаны именно в этих стенах, здесь, на этом побережье Черного моря, именно здесь, во Всероссийском детском центре Орленок. И, конечно, это символично, что наши ребята здесь присутствуют. Как минимум для них это возможность увидеть то место, именно откуда исходят вот эти традиции, откуда пошли традиции Орлятского круга. Я удивляюсь, почему такой форум не прошел здесь еще во времена Советского Союза, что мы здесь первый раз, потому что это уникальное место, это уникальный лагерь, и мы восторгаемся, восхищаемся опытом, практиками, традициями, которые тут заложены. И нашим отрядам будет интересно обвиняться опытом, посмотреть, что у ваших замечательных Орлят. Это то место, где мы должны были собраться в год, когда мы празднуем 50-летие студенческих отрядов России, однозначно. На дискуссионных площадках участники и гости обсудили вопросы организации деятельности, студенческих педагогических отрядов, разработки стандартов их подготовки, оплаты труда и организации профильных и тематических смен. Также обсудили вопросы о дальнейшем сотрудничестве с гостями форума из Республики Беларусь. Мы подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Всероссийской организацией, российский студенческий отряд. И мы намерены продолжать это сотрудничество, вместе делать одно общее дело, развивать студотрядовское движение, которое уже насчитывает не один десяток лет, традиции. Отрадно то, что в этом году мы формируем отряды для работы в Российской Федерации. Мы ждем у нас студенческие отряды из России. 26 апреля форум посетил директор департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Александр Страдзе. В перспективах развития стоит одна из главных задач – участие в форуме педагогических отрядов всех субъектов России. Также на встрече презентовали молодежное кадровое агентство педагогических работников «Орленка». Состоялась церемония подписания соглашения о взаимодействии детского центра с молодежной общероссийской общественной организацией «Российские студенческие отряды». Я именно настоял на том, что это должна быть площадка, именно «Орленок» должен быть площадкой для развития педагогического движения, педагогических отрядов, потому что у «Орленка» есть колоссальный опыт и колоссальный потенциал. «Орленок» сегодня для нас флагман в развитии педагогического движения в летний, прежде всего в летний оздоровительный период. Крайне заинтересованы в сотрудничестве с такой организацией, чтобы пригласить на работу самых интересных, самых креативных, самых работоспособных молодых людей, которые вдохнут жизнь, вдохнут новые навыки и желание менять что-то в стране нашим детям. И это самая главная задача, поэтому от этого будет зависеть дальнейший рост потенциала работы с детьми из Российского детского центра «Орленок». Педагоги «Орленка» поделились своим опытом с участниками форума на мастер-классах, показали формы работы, которые вожатые смогут применить на практике, различные тренинги, игры и занятия прикладного творчества. Здесь особенностью является то, что нужно не только объяснить и рассказать, но и показать, как это делается, потому что некоторые элементы, они сложны в восприятии, то есть человек, который не занимается шрифтовидением, не занимается рисованием, он может не сразу понять, где проводятся различные линии, как сгибается бумага, вот поэтому это нужно объяснять и демонстрировать, показывать обязательно. Подача информации очень доступна, потому что материал закрепляется быстрее, когда его повторяешь, когда его делаешь собственноручно. И мы научились вырезать трафареты для букв, это очень интересно, это пригодится в дальнейшем, чтобы сделать все красивее. Море эмоций получили участники форума на спортивно-туристской эстафете. Здесь необходимо было набрать максимальное количество баллов, пройдя 23 станции физкультурно-спортивной и туристской направленности. Собирали палатки, проходили веревочный курс, отвечали на вопросы викторины. Завершилась игра флэш-мобом и награждением победителей. Все студенческие отряды, не только педагогические, за спорт, конечно же, да, за продвижение именно здорового образа жизни. Не могу сказать, что нам было совсем прям легко, да, были какие-то сложности, встречались. Но именно благодаря тому, что мы были все вместе, мы поддерживали друг друга, именно благодаря этому у нас это действительно получилось, и мы очень-очень этому рады. Не жир, а жарь, не пыль, а пыль, сердец, сердец, сердец. Своим опытом поделились и сами студенты. В каждом регионе ведется активная работа с педагогическими отрядами, разрабатываются различные новые методики. На мастер-классах в творческой форме представили оригинальные способы работы с детьми. КТД, тренинги, игры на командообразование и выявление лидера. Эта методика основана и на физиологическом компоненте, и на психологических компонентах, но и для любого коллектива, для командообразования можно использовать. Ребята научились писать стихи, попробовали, научились делать объемные 3D-рисунки, ароматизированные даже подушечки и узоры на атрибутах одежды. Вожатый – профессия многогранная. Форум позволил участникам набраться дополнительного опыта, что в перспективе поможет им сделать отдых ребенка позитивным и интересным. Орленок всегда рад плодотворному сотрудничеству, рад поделиться тем, что умеет делать и перенять новое у коллег. Ведь конечная цель у всех одна – вырастить достойное будущее России, полноценных носителей ее богатой истории, культуры и традиций. Вожатые России, студенческие отряды России – это сила, которая двигает всех вперед. Это самые классные, самые приятные впечатления. Мы очень рады, что мы приехали сюда, что мы побывали в замечательном лагере Орленок. Впечатляет масштабность, впечатляют Вожатый и Орленка. Все очень круто, интересно. Надеемся, что будем сотрудничать. И всем-всем большой привет! Орленка. Вожатый. И вот и естьỡ. Еееее ө! О! О! Ж there م!